вот это вот когда я надеюсь меня слушает и мой брат Юрий Железов сунулся получил не приемлет вот это все он тоже пытался это один пример а у них уже несколько десятков штыки все на этих сайтах где царствуют эти вот люди они сами ничего не умеют но они для чего ведут сайты сейчас посмотрите мифы об обрезке часть 3 вот ради вот этого да вот этого ради там внизу обязательно написано ставьте лайки а вы как считаете а ваши комментарии в общем это все ради этого человек размещает я когда увидел что это стало в Яндексе системой я пришел в ужас то есть если раньше человек еще как-то мог избегнуть например чтобы научиться правильно или просто как черемушки посадили не знали что они правильно сами вот они там они рады были бы сгнать штампы а они они же как посадили на склоне вода стекает ямок нет так вот далее значит работа такая что ну пусть газ это все строители газ и энергетики да к дереву не подойдешь только первый раз подошел к нему а он уже плодоносит и до сих пор плодоносит мы я еще и покажу а сейчас получается со всех сторон началась страшная атака атака клона помните по аналогии с этим со звездными войнами атака клона вот тут написать атака клона вот найдут фотографию вот с интернета да нормальная фотография а потом начинается вот летний обрезка эффективный способ увеличения они даже не понимают я потом ниже я сейчас не буду комментировать это тоже приватный ужас вот понимаете в чем дело дерево растет она еще не полноценно она еще не плодоносит его начинает делать так значит примерно сейчас увидите ветка должна быть сантиметр 6 кто вам сказал что она должна быть это будет ровно такой какой она есть иначе может обломиться ладно то есть уже заранее надо ее искалечить так чтобы она медная проволока затягиваем это называется передушиванием я пока коротко потому что мы все это проходили кольцевание вырезали кольцо перевернули и пусть дохнет дерево а это же вот этот чек это же когда-то на юге это все используют а постепенно мы же хотим иметь вспомните хантемасийск мои абрикосы растут да вот и еще и еще в других местах а там то этого нельзя вот тут где-то написано не нет допустим не северный например это самое украина белоруссия и ну ну еще допустим серный кавказ ни в коем случае вот это подлость а человек уходится быстрее он думает искалечиваешь там а она будет себе дальше расти вот это я им шкукиш показываю это пока коротко тогда я сделал такой вот почему сейчас поймете листья меньше а урожай больше глупость тут ведь речь идет о том что корни еще обрубить я прочитала это вообще ужас это и вы понимаете а эта болезнь поразила всю россию и вот тогда что сделал вот слова из песни милый мой бухгалтер я вдруг вспомнил что был такой фильм сейчас поймете что я это я на себя эту роль перекидываю а там очень очень талантливейший гениальнейший наш актер господи как его фамилия то играл бухгалтера которые прожали на пенсии вот он зал все счастливы этот нудный противный бухгалтер старым которого не то что денег нет зимой снега не выпросишь нет еще и вдруг он уходит на пенсии зал счастлив все это поздравляют дарят подарки говорят какой замечательный какое мнение это самое как ему будет без него трудно все так и говорили искренне потому что радость была переполняла он уходит и тогда он взял и сказал прослезился почувствовался и сказал ладно я остаюсь и тут мне начинается 70-летие я получил несколько сотен поздравлений как тот же бухгалтер и хоть бы один сказал константинович ты 40 лет не до выходные то чтобы это было там какой-то там как называется не санаториев нет и не опустом недельку где-то там на байкал звали в эту садоводы звали искренне звали меня в это самое белград там в столицу как на сербии звали на байкал звали на все это самое на черное море вы будете жить ни в чем не нуждаться вы не будете быть некогда ладно ну и что вы думаете хоть бы один сказал отдохни все сказали продолжать пожалуйста теперь пожалуйста я продолжаю я не знаю я себя вам показал все эти самые и ответить всем не мог на бунайте на поздравление вот что ну вы загляните хотя бы в гостевую там часть из них